мы можем по полу регистрации а кто их проведет коллеги а кто проведет регистрацию всех нас ну проведет вот сидит здесь общий отдел значит я всех на естественно все проведем регистрацию это само собой по фамиль на уважаемые коллеги я надеюсь нас слышат депутаты которые сейчас не присутствовали на по до сих пор на заседание мы готовы пойти на встречу и поменять повестку по следовательности первым вопросом поставить вопрос принятия бюджета поэтому мы просим вас войти и я напоминаю что мы когда у нас будет пор мы должны будем зарегистрировать пройти регистрацию и проголосовать за новую повестку в любом случае то есть еще раз у нас какой вопрос то бюджет порядке вот четвертый раз пятый александр пятый это в новой повестке да 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 в новую повестку 4 вот та вот повестка которая у нас 10 вопросов мы 4 5 вопросы переносим вперед вот такая у нас с вами сейчас как бы картина поэтому тамара николаевна вы сможете если наш форм состоится до доложить по бюджету микрофон тамара николаевна мы в любом случае будем рассматривать нет мы будем я потому что тамара николаевна вы сможете доложить по бюджету заседание комитета александр александрович по бюджету на двадцать первый двадцать второй двадцать третий год да я готова доложить хорошо а по уточнению бюджет вы тогда скажите да хорошо все ну чё ж они так реально хотели в общем то никто пока не включается сколько мы будем ждать александр санкевич сколько минут может быть минут десять дадим это очень много это что это такое это они же если видят слышат подключить все ну и нам надо сейчас пообсуждать ситуацию так понимаю пусть только они обсудят и они уже привык давайте мы не будем сейчас это тут с шашками махать нам нам главное все-таки бюджет принять и области идем навстречу не подключается едино делаем давайте все таки время дадим а так сергей николаевичем я прав опытный многолетний в общем-то депутат он прав надо рассматривать по существу и я еще раз повторю вдруг трансляция там какая-то была задержка уважаемые коллеги которые сейчас не присутствуют мы идем навстречу присутствие сейчас на и предлагаем рассмотреть в изменить повестку и на первый второй вопрос это у нас изменение о бюджете муниципального образования на двадцать первых двадцать второй год и об изменении за этот год то есть бюджет короче говоря пожалуйста поэтому входить и будем рассматривать если большинство проголосует за эту повестку то тогда за измененную тогда будем рассматривать бюджет первым вопросом александр александр я не знаю что происходит я все время выпадаю из зон через каждые 30 секунд буквально да я тоже обратил внимание на это какой-то выбрасывает у меня никогда такого не было и все в порядке интернет тоже я не знаю что там за проблемы программисты говорят что ничего поделать не могут никто ничего вроде как вот у нас когда было 10 минут перерыва у меня тоже выпадал ну не было такого никогда почему сегодня вот тут программист подскажет что зум это вражеская система заграничная не могут она всегда была вражеская почему именно сегодня стала особенно вражеской никто ответить на этот вопрос не может уж я специалисты я боюсь будет какое-то голосование меня не будет вы имеете ввиду я поэтому озвучила а если что мы тогда позвоним не лидите на будем ждать пока картинка не появится если у кого-то завис не будем ждать пока картинка не появится просто поскольку сомнений действительно всякие возникают на самом деле не надо искать черную кольку вот мы часто участвуем конференциях и практически везде такие сбои все зависит от сетей тогда прекрасно понимаю а может быть позвонить кому-то из тех депутатов вот кроме геннадий степанович и другим депутатам позвонить может они отключились и не слышали наше обращение ну по крайней мере я уже позвонил геннадий степанович может кто-то на себя возьмет это самое у кого более на тесные как бы роман юльич может синякова наберете могу попробовать сейчас это подключусь позвоню и подключусь а что 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 а что что а а в что а а и а и К сожалению, Синюков не отвечает, не принимает руку. Они хоть извещали, что не придут-то? Ребята, давайте прекращать этот цирк, а давайте работать. Ну что? Давайте все-таки подождем еще. Ну, коллеги, мы с вами 26 дней уже, так сказать, ждем этого замечательного момента. Ну, 26 суток подождали, еще 10 минут они не сделаются. А то потом скажут, мы не знали, мы не успели. Мы ждем просто Сергея Николаевича, чувствуется неважно, ведь он себя чувствует. Больше всех, коллеги, по этому поводу выступала Виталия Александровна и говорила, что поставьте бюджет первым, я прибегу, я проголосую. И где она есть сейчас, Виталия Александровна? И наверняка 100% уверен, что она слушает нас и видит. Виталий Александровна, я призываю вас. Разговор идет о бюджете. Четвертый, пятый вопрос, которые были в повестке внесены, мы их выносим на первый вопрос для рассмотрения. Подключитесь, пожалуйста. Я ей написал персонально и Бармину написал. Молодец. Дим, 100% уверен, что она на Ютубе нас сейчас смотрит. Сто процентов. Наверняка. Наверняка. Да это за ее 100%. Надо прочитать мое сообщение. Они просто смеются над нами и все. – Коллеги, вот тут мне пришло сообщение, что наши коллеги ждут повестки, где будет включен только вопрос бюджета. Скорее всего, на такую, даже с изменениями, они не – Ну, вот о том, о чем мы говорили. Вот и мы приплыли. Они должны включиться, чтобы мы даже хотя бы за эту поездку проголосовали, Александр Александрович. Что они ждут один бюджет? Так давайте, включитесь, мы будем голосовать. Какие проблемы-то? Пускай подключатся, пускай люди посмотрят в городе, что будет твориться. То есть мы готовы идти на то, чтобы мы включали эти вопросы первыми, и все остальные тоже. Если они это понимают, пускай подключаются. Мы без них срок проголосовать не можем, даже по новой повестке. Те предложения, которые они внесли, значит, пускай подключаются. – Юрий Андреевич, интересно, кто прислал от имени всех? – Согласен, Виктор Ильич, интересно. – Если вот мы заговорили уже об интересах таких, вот нельзя ли мне проявить свой интерес и тоже полюбопытствовать временно исполняющего Кудряшова Сергея Леонидовича, тоже пришла с СМС и тоже анонимно. И вот прослушивается мне то, что поярковой Сергея Геннадьевича пришло чуть ли не распоряжение о егошнем увольнении. То есть вообще хотелось бы понимать, правда ли это, или это слухи. То есть это вот опять о манипуляциях, о честности, о нечестности. И вот на самом деле, если это так понять, что же здесь тогда честного, когда если это происходит, вдруг мы почему-то начинаем увольнять заместителей и вот подобного рода действия совершать. – Незаконные. – Вот так ли это вообще или не так? Мы не можем ли ему вопрос задать, Сергей Леонидович? Вы же, наверное, нас слушаете. – Учитывая, что эти разговоры пошли уже где-то дней десять назад, наверное. – Что и следовало доказать. – Да. – Десять минут и стекло. – Коллеги, по уставу нашего города депутаты, которые не посещают заседания, должны сообщить о причине своей неявки. Если такие причины не объявлены, ну, я считаю, что это прямой шантаж всех остальных депутатов. Я опять повторю, что кворум для нашего количества двадцати депутатов – это тринадцать человек, и меня в этом никто не убедит в обратке, потому что восемнадцать депутатов – это двенадцать человек, двадцать один – это четырнадцать, а девятнадцать депутатов и двадцать депутатов – это тринадцать депутатов. Поэтому давайте все-таки начнем работать по законодательному русле и с тринадцати голосами принимать и повестку, и принимать бюджет, принимать отставку Врипа Кудряшова. Давайте будем все-таки адекватными и действовать в правовом русле. Спасибо. Могу сказать. Про правовое русло еще раз повторю. 131 в законе четко написано – не менее. В данном случае 13 – это менее 2 – 3. Дмитрий, не менее – это предел нижний. Это не к числу относится. Не к нижнему пределу. Если написано «не менее», было бы… Если бы было написано «менее», я бы с вами согласился. Повторяю, что «не менее» не написано. «Не менее» – это 14. Вот это вот 33 – там, вроде куда вы денете, она есть. «Не менее» – это… «Не менее» – это… «Во всем. Вообще по законам везде так. Не надо придумывать 13. Я в этом участвовать не буду. Это подлог». Не знаю, я бы поддержал такую инициативу. И действительно, я тоже полистал в судебной практике, был суд по этому поводу. Из 20 человек посчитали, что этот кворум – это 13. Если у нас такие важные вопросы, как бюджет, если весь город жаждет и вся администрация жаждет их принять, если мы только уповаем вот лишь бы на этот бюджет и на дальнейшую работу, то почему мы будем сами себе блочить в чем-то и какие-то преграды себе создавать самостоятельно от этого. А в последующем тогда уже будут пускай разбираться и суды в правомерности наших действий. Виктор Петрович, а поясните, пожалуйста, раз уж все уже начали, пускай все услышат о 13 депутатах, что был кворум. Ну, сейчас Александр Александрович, что-то нету его. Может, он как раз за это время и депутаты остальные подключится? Ну, давайте, в принципе. Нет возражений? Возражений нет? Давайте послушаем. У нас, слушайте, в праве есть такое понятие, аналогия права называется. Аналогия права – это представляет собой один из способов преодоления пробелов в законодательстве, необходимых для цели правоприменения. И вот в этом праве есть понятие аналогия закона и аналогия права. И вот аналогия закона – это применение к неурегулированному конкретной норме правоотношения, норме закона, который регламентирует сходные отношения. То есть, например, чтобы было понятно, вот этот закон 131, на который все ссылаются, вы посмотрите, на нем не расшифровывается, как необходимо считать эти две трети. То есть, возникает вопрос, один считает вот так, например, Дмитрий считает так, Шевчуков считает так, я считаю по третьему, и возникает вопрос, а кто из нас прав? Потому что вопрос возникает, потому что закон не дает на это ответа. Следовательно, в общем-то, здесь юрисдикционные органы, оно будет исходить из аналогии закона или аналогии права. То есть, искать, в общем-то, закон, который регулирует сходные отношения. То есть, если будет найден такой закон, то применяется аналогия закона. Если же закона такого нет, то применяется аналогия права. То есть, аналогия права, оно подразумевает принятие, в общем-то, решения, исходя из общих начал и смысла законодательства с учетом добросовенности, разумности и справедливости. И это записано в статье 6 Гражданского кодекса Российской Федерации. Она прямо так называется в статье. Есть часть 4 статьи 1 ГПК Российской Федерации, Гражданско-процессуальный кодекс, где тоже сказано, что если есть такие отношения, которые не урегулированы законом, то применяются аналогии законодательства. Единственное, аналогии не применяются в уголовном праве, потому что нельзя судить, в общем-то, за преступления по аналогии. И поэтому, когда у нас в законе 131 не расшифровано, как исчисляются вот эти две трети, то полистайте, посмотрите, увидите. Там просто бросан термин, не менее двух трети, и все. А как он исчисляется, эти две трети, не сказано. Поэтому мы стали копаться в этих вопросах, потому что нам всем били в голову, что форум – это 14 голосов. Но здесь у Александра Павловича возник вопрос. Он мне позвонил. Он позвонил. Но он все-таки техналь. И говорит, меня давно мучает этот вопрос. Я думаю, что неправильное исчисление. И я, когда он мне объяснил, как техналь, в чем суть, я понял, что, да, вопрос есть. И стал его изучать, в общем-то. И совместными усилиями мы разобрались в этом, что действительно… Идите от обратного. От обратного давайте пойдем обратно и убедимся в том, что две трети от 20 – это не 14 депутатов. Вот от обратного пойдите и посмотрите. Потому что две трети от 20 – это, понимаете, 14, допустим. А вот если с этой стороны идти, то… То есть, понимаете, получается так. Если у нас 20 депутатов, то по расчетам получается, что в процентах, посмотрите, получается там 13 с небольшими процентами. И здесь действует метод округления. Вот. То есть, если бы было за 50, головой не качайте, сейчас убедитесь в этом. Вот. И когда, в общем-то, менее 50 процентов, идет в меньшую сторону округления. А когда больше 50, то в большую сторону. Чтобы было понятно, вот, мы подняли практику судебную и нашли, нашли решение, в общем-то. В Смоленской области рассматривалось такое дело. Кому интересно, может записать даже номер дела. И, значит, это 2 июня 2011 года рассматривалось дело по заявлению прокурора. Потому что Совет депутатов принял решение, исходя из форума 13 депутатов. А у них 20 депутатов, как и у нас, установленной численности. И прокурор говорит, ну, обратились в прокуратуру несколько депутатов, которые посчитали, что неверно к форуму исчислить, что нужно было 14 человек. И прокурор с ними согласился и обратился в Совет депутатов. А в Совет депутатов доказал, что, извини, прокурор, вы не правы, и ему отказали в удовлетворении протеста. Тогда прокурор пошел в суд. И суд, решение суда 2 июня 2011 года, номер 2-699-2011. Это в Смоленской области суд, Рославльский городской суд Смоленской области. Он рассматривает это дело. И параллельно с заявлением прокурора поступило и заявление от тех депутатов, которые были не согласны. Их было, в общем-то, несколько депутатов. Сейчас скажу, раз, два, три, четыре депутата. И они тоже с таким заявлением обратились в суд. И еще они добавили, что якобы то, что мы принимали, опубликовано не то, ну, дополнительно к этому. Ну, и суд объединил эти заявления вместе, рассмотрел их и сказал, уважаемый, что да, для принятия решения необходимо, чтобы за него проголосовало как минимум 14 депутатов, так как две трети от двадцати, дескать, более чем тринадцать. И в данном случае математическое округление, дескать, не применило. Это прокурор так считает и те депутаты. Тринадцать три процента до тринадцати неприменимы. И в Совет депутатов городского был внесен вот этот вот протест. И, как я сказал, несколько депутатов тоже этим мотивировали. И вот суд им что ответил. В суде, старший помощник прокурора, заявленных требованием поддержал. Эти депутаты тоже. В судебном заседании, в общем-то, они ссылались именно на то, что две трети от тринадцати депутатов, что это составляет менее чем две трети от установленной численности депутатов, поскольку в данном случае правила арифметики, дескать, не применимы, так как речь идет о людях. И у прокурора ссылка на это, и у депутатов ссылка. А суд говорит, извините, друзья, пожалуйста, и пишет, что в законодательстве Российской Федерации не установлен порядок расчетов, необходимых для определения правомощного числа голосов, для определения двух третей от установленной численности Совета депутатов. И там есть ссылка еще, что комитет разъяснение давал Госдумы. Но, дескать, комитет Госдумы – это тоже просто как рекомендательное, это тоже мнение, как наше мнение, которое суд как бы не учитывает. И установленная численность совета депутатов – двадцать депутатов. На заседании совета проголосовало тринадцать депутатов. И было принято двумя третями решения, третями голосов от установленной численности Совета депутатов. Там вносился изменение в нормативный документ. Поскольку две трети от установленного числа депутатов представительного органа составляло тринадцать депутатов. Двадцать умножить на две трети равняется тринадцать тридцать три сотых. С учетом округления по правилам арифметики при этом 13 голосов депутатов составляет именно большинство две трети от двадцати голосов депутатов, требуемых частью пятой статьи 44 федерального закона номер 133. Суд считает, что округление голосов в пользу увеличения противоречит законам арифметики и неизбежно ущемляет права большинства, что не основано на принципах демократии. И, значит, были допрошены два специалиста. Один сказал так, другой, наоборот, что прокурор прав. Суд говорит, тот специалист, который сказал, что прокурор прав, его пояснение не принимаются во внимание, потому что нет законодательства, не существует, которое бы регламентировало порядок, запрещающий в данном случае применение правил арифметики. Нет законодательства, которое и регулирует этот вопрос, и нет законодательства, которое запрещает применить правила арифметики. И поэтому суд отказал и прокурору, и депутата. Значит, прокурор не обжаловал, а депутаты не согласились и подали в Смоленский областной суд. Смоленский областной суд рассмотрел жалобы 4 ноября 2011 года и тоже, в общем-то, расписал и сказал, извините, друзья жалобщики, вот вы не правы, а суд прав. И тоже указал, что действительно суд правильно произвел расчет, что от 20 депутатов в 2 трети это является 13 депутатов. Иначе, дескать, и не может быть, потому что в противном случае нарушаются демократические принципы, когда, в общем-то, меньшинство начинает управлять, дескать, большинством. Вот так вот. Кто не верит, может поднять эти документы и посмотреть. Кому надо, пожалуйста, статья 6 Гражданского кодекса, которая регулирует вопросы, в общем-то, аналогии права. И поскольку у нас в статье 131 не сказано, как исчислять это. Кстати, я уже не хотел говорить, но вам скажу еще такое, что есть вообще-то правила округления. Есть такое, ну, нормативные документы СТСФ 543-77. Числа, правила записи и округления. Настоящий стандарт является обязательным в рамках конвенции о применении стандарта в СЭП. То есть там тоже речи нет. И мы знаем, с арифметикой, мы со школой знаем, что округление всегда идет. Если больше 50%, то берется другая единица. А если меньше 50%, то берется. И суд, и опросной суд сказал, что вот таким образом решается вопрос, и прокурору тоже указали на это. Поэтому вот такая... У меня исчез звук и картинка зависла. Это только у меня или у всех? Нет, у меня все зависло. У меня тоже зависло все. Ну и так, у Виктора Петровича картинка зависла. Тоже зависла картинка. И звука нет. Да. Администратор пошел разбираться, в чем дело. Ну, давайте мы подождем, Виктор Петрович. Я хочу все-таки сказать комментарии. Знаете, когда Александр Македонский потребовал, чтобы его признали Богом, то спартанцы ответили, пусть Александр Македонский, сын Олимпиады, будет Богом. Значит, вот мы с вами как бы пойдем по такому пути. То есть мы должны понимать, что если мы сейчас по этому пути идем, то это неизбежные суды, судебные разбирательства. И куда Кривая выведет, совершенно, на мой взгляд, неизвестно. Вот все к этому готовы? Готовы. То есть я буду ставить этот вопрос. Сейчас вот все-таки вернется Виктор Петрович, чтобы все-таки нас не 12 было. То еще скажут, что нас вообще не 13, а 12. Василий Алексеевич, да, пожалуйста. Александр Александрович, вы меня слышите? Да. Алло. Да, слышу. А скажите, а у нас где-нибудь прописано в регламенте, там, в положении, что у нас 14 человек? Не прописано. У нас прописано, вот, четко устав, регламент. Вот. Статья 3. Пункт 8. Заседание Совета Депутатов считается правомерным. Если на нем присутствовать не менее 2 трети, это от установленной численности. Если 2 разделить на 3, то получается 13,30 и троечка в кавычках, да? Ну, 33. Да, ну, то есть все, не прописано, что 14 человек. Не прописано. Ну, вот вопрос, как трактовать не менее 13,3. Вот, честно говоря, я как это самое, все-таки у меня была пятерка по математике и там, и там. У меня немножко... Пока вот, Виктор Петрович, ждем. Да, Тамара Николаевна. Коллеги, в Совете Депутатов прошлого созыва этот вопрос тоже поднимался. И я уверена, что все созывы депутатские тоже поднимали этот вопрос. Если мы будем оперировать не обыкновенными дробями, а десятичными дробями, вот в прошлом составе Совета Депутатов мы это все пересчитывали. Там тоже были математики и юристы. И получилось, что одна треть, это как раз ровно 6 человек, пересчитайте, пожалуйста, в десятичных дробях, 6 человек. Таким образом пришли к выводу, что именно 14 человек должно быть. И практика. Я понимаю, конечно, суд Смоленской области установил 13 человек, но не факт, что другой суд это же установит. Мне кажется, нужно основываться на общей практике, где 14 человек, это большинство, кворум из 20 депутатов. Дело в том, что в Смоленской области в определении не сказано слово «менее», там просто идет две трети, и они исходили из этого. Более того, в 2018 году Верховный суд высказал свою позицию по данному вопросу. В состав представительного органа должно быть не менее двух третий депутат на весь срок его функционировать. Это Верховный суд в 2018 году, чтобы избежать всех этих вещей. Не надо нам мудрить, пожалуйста, мы будем нарушать закон. Суды будут такие, которые мы точно проиграем. Не надо приступать к закону. В уставе все четко определено. В федеральном законе с трудом респираем все четко определено. Не менее все. Даже одна десятичная дробь, это уже будет по-другому. Ногу, палец лишний будет, это уже все равно будет 14 человек. Заседание закрывается, Александр Александрович, или нет? Да. Заседание закрываем. Примите решение, наконец, какое-то. Хорошо сказать, принять решение. Можно я приму? Примите решение. Поймите правильно. У нас в уставе написана норма, что заседание считается легитимным, когда у нас две трети голосов. В федеральном законе заседание легитимно, когда квалифицированное большинство, то есть 11 голосов сидят, уже могут принимать решение. Понимаете, я не знаю, кто завел эту ситуацию в неимоверный тупик. То есть 11 человек, 11 депутатов могут принимать решение, могут заседать и принимать решение те, которые не требуют двух квалифицированного большинства, две трети. Ну, поймите меня правильно, но это просто нонсенс. Мы сидим, нас 13 человек, уже квалифицированное большинство есть. Мы сидим и пытаемся меньшинству показывать, что мы их боимся. Особенно мне, Дмитрий Эдуардович, нравится. Вот если там хвостик у депутата появился в окошке, значит мы должны его учитывать. Нету такого правила. Считается в попугаях, то есть в депутатах. То есть если поделили и получается 13 с копейками, то значит это 13 депутатов, а не 14, как вы пытаетесь доказать мне. Спасибо. Я не так пытаюсь доказать, я говорю, что не менее, вы опять, вы переходите на цифры, а у нас есть четкое понятие, где в уставе. Дмитрий Эдуардович, я еще раз говорю, не менее, это нижний предел, не более, это верхний предел, равно или меньше, больше или равно. Еще раз говорю, я математики немножко знаю. Одна треть от двадцати сколько? Значит 6,67, и вот там по правилам округления получается 7. То есть у нас квалифицированное меньшинство 7, заметьте 7, а квалифицированное большинство 13. И это должно быть прописано в уставе, но к сожалению, к сожалению, предыдущие депутаты, ну они вот этот вопрос не рассматривали никогда серьезно. А где вы 6,67, видите 7? Там 6,67, 6. Депутаты были дееспособны, понимаете, а мы не дееспособны, надо признать это и принять решение, или мы работаем. Учитывая ситуацию, которая сложилась, надо принимать решение, в общем-то, и... Знаете, что самое интересное? Город физиков, причем наши физики пользуются высшей математикой, уравнением мат, физики, прочее, прочее. Будет, конечно, весело, если мы прославимся на всю страну, значит, своими математическими изысками, как бы, да, то есть, протвинула город науки, и, значит, вот, как бы, вот такие, как бы, все вещи. Надо еще раз четко понимать, что, ну, то, что суды будут стопроцентно, то, что гарантии нет, что мы выиграем, я вот тут, как бы, это совершенно четко, Дмитрий Владимирович правильно отметил. Там было просто одно дело две трети, другое дело не менее двух третий. Поэтому, вот, если мы сейчас это будем решение принимать, то оно решение-то должно быть осознанным, и, как бы, я, например, подчинюсь большинству демократическому принципу, но тогда за то, что мы будем продолжать, мы должны проголосовать, ну, я, насколько понимаю, мы должны проголосовать 13 человек, а то уже совсем, значит, если сейчас проголосует 12 за это дело, мы будем дальше продолжать, я уж вообще не знаю, насколько это будет правильно так. Вот как, Виктор Петрович, должны все... Вторая устава, количество голосов необходимых для принятия решений. Иные решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих депутатов, если иной непредусмотрено уставом. То есть 13-е сейчас будет как кворум, а большинство голосов... Вот именно, вот именно. Да, 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 простое большинство. Александр Павлович, вопрос к вам. Все-таки вот тот расчет, тот, который представила Тамара Николаевна, он как-то свяжется или нет? Потому что я сейчас, например, вот у меня немножко разбежалось в голове, я с математикой на таком уровне сильно дружу, честно говоря. Вот, поэтому я послушаю Тамару Николаевну, я с ней тоже согласен. Но и вижу тоже по поводу нижнего предела, верхнего предела и вашу правильность точки зрения. Вот как-то все-таки надо прийти к единому мнению нам всем по этому поводу. Спасибо. Я еще раз повторю, то есть заседание можно проводить, если у вас квалифицированное большинство. Это для 20 человек, это 11 депутатов. То есть мы можем уже заседать и принимать решения. И это более... Ну это по федеральному закону. То есть устав в этом смысле нарушает федеральный закон. То есть мы ограничили себя сами, написав в уставе и в регламенте 14 человек на нынешние. То есть на самом деле это 11 человек. То есть 11 человек вот нас пришло, мы заседание можем проводить. Мы не можем рассматривать только единственные вопросы, которые требуют квалифицированного большинства. Но квалифицированное большинство, я еще раз заявляю, оно считается не в сотых, не в десятых. Оно считается в депутатах. Если вы умеете считать в депутатах, то есть оно либо 7, либо 6, либо 14, либо 13. Оно не может быть кратно. И почему я считаю... Я это понял, я это понял. Но Тамара Николаевна тоже просчитала, у нее тоже получается целое число. Она с другой стороны просто просчитала эту ситуацию, как она объяснила сейчас. Я тоже с ней согласен по этому поводу. У нее тоже не получилось там половинки. Она в десятых считала, и у нее там получается человек. Шесть человек у нее получается. Александр Павлович, я вот про что говорю сейчас. У нее получилось 6,7. А это в большую сторону. Это получается 7. Вы понимаете? Не так она объяснила, Сергей Николаевич, не так. Тамара Николаевна, будьте добры еще раз. Давайте, я извиняюсь, Сергей Андреевич. Все-таки давайте мы сейчас примем решение, что... Если у нас 13 человек, мы принимаем решение, что если на заседании 11 человек присутствует, мы можем разбирать вопросы. Можем это проголосовать? Наверное, нет сейчас. Александр Павлович, вот чтобы нам вот такие вещи сделать, у нас опять вот этот 14 человек, мы сейчас упираемся. А в первую очередь надо все-таки... Сергей Андреевич, я говорю, по федеральному закону это так. А то, что в уставе написано, это незаконно. Вы как понять не можете меня? Вы меня не слышите. Не-не-не, я согласен, Александр Павлович, я с вами согласен по этому поводу. Но еще раз говорю, если у нас уже прописано в нашем уставе так, мы должны работать сейчас по уставу, а те, кто не согласен с этим, они должны оспаривать уже в суде эти вещи. У нас прописано так уже. Мы так прописали. Сергей Андреевич, у нас, поймите правильно, у нас в уставе записано бессмысленно, которая бессмыслица, которая противоречит федеральному закону. Мы в эту бессмыслицу играем. Если вам это нравится, пожалуйста, продолжайте. Если мне это не нравится, я вам это серьезно говорю, но хватит уже. Александр Павлович, я согласен... У нас для бюджета надо квалифицированное большинство. Нам не надо 13-14 человек. Как понять не можете этого? Дмитрий Эдуардович, пожалуйста, вам слово. Дело в том, что мы не можем по 131 закону, мы даже заседание не можем открыть. Именно по федеральному закону. Там тоже не менее 2-3. Это в федеральном законе. Не надо подтасовывать юридические термины. Там все оговаривается. И у нас в уставе это дублируется точно так же, как в 131 законе. Виталий Эдуардович, вы, наверное, никогда не читали федеральный закон и наш устав, и не сравнивали их. Если бы вы хоть раз прочитали, вы бы увидели бессмыслицу того, что вы сейчас произнесли. В федеральном законе, еще раз говорю, квалифицированное большинство проводит заседание и принимает решения в соответствии с теми нормами, которыми есть в законодательстве. Да что ж такое-то? Я уже третий раз одно и то же произношу. Вы игнорируете 35-ю статью федерального закона 131, правильно я понимаю? Вы сразу игнорируете, вы сразу делаете прецедент судебный. Я не игнорирую ничего, я говорю, что заседание легитимно, когда на нем присутствует 11 депутатов из 20. А вы мне говорите, что мы не можем проводить заседание, потому что у нас в уставе написано чего-то. Вы генеральный закон ставите в какую очередь? Коллеги, давайте мы попробуем попросить комментарии представителя прокуратуры. Юлия Валерьевна, вы можете бы свое мнение высказать по поводу наших беседок? Да, здравствуйте. Хотела сразу уточнить, что устав не приведен в соответствие с тем протестом, который мы направили 27 июля этого года, где мы ссылались на несоответствие устава федеральному закону 131. Как раз об этом и говорили, что частью 1.1 статьи 35 федерального закона 131 об общих принципах организации местного самоправления в Российской Федерации установлено, что заседание представительного органа муниципального образования не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50% от числа избранных депутатов. И это должно быть в уставе прописано в обязательном порядке. Однако проект, который нам был представлен на рассмотрение, проект решения Совета депутатов, он указывает о том, что планируется внести изменения в пункт 8 статьи 30 устава городского округа Протвино, где указано в заседании Совета депутатов, заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует три четверти от числа избранных депутатов. Вот это вот изменение, которое планируется внести, оно в корне неверно. Ждали мы все-таки принятия решения, но я так чувствую, что мы его не дождемся, с учетом того, что кворума нет уже не первый раз. Но, тем не менее, в федеральном законе указывается именно вот так, как комментируется. Не менее 50% от числа избранных, а не менее 50% арифметически высоко. Вы можете вывести, сколько это будет. То есть мы, с одной стороны, нарушаем федеральный закон, а с другой стороны, сейчас фактически нарушим устав, да? То есть вопрос выбирать, что... Устав, вот смотрите, смотрите, что, вот здесь такой момент, я читаю, вот передо мной сейчас открыт консультант, я читаю, статья 31, 131 федерального закона, часть 1, 1.1. Уставом муниципального образования определяется правомочность заседания представительного органа муниципального образования. Уставом определяется. А следующее предложение – заседание представительного органа муниципального образования, если на нем присутствует менее 50% от числа избранных депутатов. То есть в уставе это должно быть закреплено в обязательном порядке. Сейчас мы говорим о том, что устав не приведен в соответствие. Вот такой комментарий. Значит, знаете что, раз вы это самое выбрали себе на голову зама, значит, я тогда и приму решение. А решение мое такое, я назначаю на завтра на 3 часа заседание, где первым вопросом я ставлю в повестку. Первым. Сейчас я разошлю, приду и быстро. Бюджет. На этом заседании сегодняшнее я предлагаю считать закрытым. До завтра.